К сожалению, к сожалению, сложилось так, что врачи обнаружили генетическое отклонение нашего ребенка, нашей дочери будущей сложный порог сердца, поставил врач. Друзья, всем большой привет, с вами Виталий, добро пожаловать в новое видео на моем канале. Сегодня я нахожусь в Кракове и приехал к моему подписчику по его приглашению. У него очень непростая, нестандартная история миграции, он из России, зовут его Дима. И вот сейчас он все сам расскажет, очень интересный парень, я думаю. Находимся в очень красивом городе, очень красивый Краков, центр, старовка. Что меня удивило, сегодня выходной день, я вижу огромную очередь, все это походу очередь на прививку. Я уже обошел вот это здание, мы еще когда будем идти, вы увидите там красные палатки, и все люди стоят, огромное количество людей. То есть, даже не знаю, где начинается очередь. Но сегодня видео не об этом, поэтому поддержите это видео лайком, сейчас я уже жду встречу с Димой, будем общаться. Друзья, ознакомьтесь, это Дима. Привет, Дима, откуда ты? Привет, я из России приехал, я из Брянской области, город Брянск. Вот, приехал я сюда два с половиной года назад уже, и, как и многие, наверное, ребята из бывших стран Советского Союза, там, Украина, Белоруссия, Россия, приезжаем сюда на заработки. Ну, так скажем, так сложилась жизнь. А чем ты занимался у тебя? Я вообще по профессии социолог, закончил Российский социальный государственный университет, практику проходил, кстати, в Германии, в городе Ганновер, и позднее меня звали туда на работу. Но, к сожалению, не получилось по некоторым из причин. Тяжело сболели близкие родственники, поэтому я уехать не смог, остался в России. Вот, и уже впоследствии в России работал в многих различных организациях, довольно крупных. Это касается торгового центра Метро, Метро Кашенкерри, наверняка многие знают. И был там руководителем, руководителем большого отдела, в подчинении было около 45 человек, занимал хорошую должность, очень хорошую. Единственное, что пришлось уйти по причине того, что было тяжелое заболевание, воспаление легких у меня, и после больничного я вернулся, и у нас был небольшой конфликт с руководством, которые не позволили мне остаться на своей должности, предложив занять другую. Но эта должность не подходила по температурным параметрам, поэтому пришлось уволиться, к сожалению. Спустя некоторое время после этого сложилось обстоятельство так, что я теряю двух своих самых близких родственников в России, они умирают в один год. Это мама и бабушка, это два самых близких для меня человека. И это стало... это событие такое трагическое стало, наверное, отправной точкой моих поисков себя в этом прекрасном мире, в разных городах. Я путешествовал достаточно много. Я после такого трагического события уехал в Англию. Я работал в Лондоне. Серьёзно, да? Да, я уехал в Лондон, и это была моя мечта с 14 лет. Моя мечта с 14 лет уехать в Лондон, найти там себя, найти работу. У меня это получилось сделать по специальной газете «Англия для наших». Я нашёл себе вакансию. Ну, она, так скажем, была низкоквалифицированная на данный момент. На тот момент. Но я работал в автосервисе. В Англии, там, в Лондоне, да? Да, да. Я не имел никаких вообще образований на эту тему, и всему приходилось учиться сразу. Просто по ходу движения. Ребята англичане, болгары, с которыми мы работали, они много меня научили. Это было прекрасное время, и мы жили разом. Под одной крышей, так скажем, было очень интересно. Я посмотрел город, я попробовал найти, может быть, какую-то другую работу. Но многие из ребят наверняка тоже будут знать, что Англия и Лондон – это очень консервативная и закрытая страна. И обосноваться там ребятам из бывшего СНГ очень непросто. Как документально ты ездил туда? Поехал туда по обычной визе, обычная туристическая виза. Я поехал туда изначально с группой своих ребят из моего же города, из Брянска. И впоследствии они уехали назад, а я остался. Потому что виза у меня действовала полгода. Ты ее просрочил, да, как бы, и остался? Нет, 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 нет. Вот этого я как раз боялся, очень боялся. И если просрочить визу в Англии, это как раз один из советов будет для многих ребят, то эта депортация, это 10 лет просто сразу гарантирую, вообще безвыездно, вообще куда-либо, в любую из стран Европы. А тем более сейчас, когда Великобритания вышла из Евросоюза, туда, во-первых, и попасть стало сложнее для СНГ, и закрепиться еще сложнее, так сказать. Если не обладаешь определенными финансовыми, так скажем, фундаментами для будущего развития именно в этой стране. И сколько ты там пробыл по туристической визе? Ну, в целом, около трех месяцев я там проработал, прожил, но после того, как я понял, что деньги заканчиваются, а Лондон очень дорогой город, очень дорогой, и нужно как-то дальше существовать, я принял решение, опять же, не делать просрочку визы и вернуться в Россию, понимая, что еще будет не одна возможность, мне тогда было всего-то 23-24 года, я думал, что вполне еще смогу найти себя, может быть, даже в этой стране, может быть, в другой. Позднее, по возврату, уже домой, мне позвонил один мой знакомый, мы с ним учились в одном классе в школе, позднее в параллельных, потому что он перешел в другой. И он живет и работает уже 20 лет в Испании, в Малаге, на Средиземноморском побережье живет, и построил себе там, так скажем, свою мини-империю, он русский парень из России, и построил себе мини-империю на продаже и покупке автомобилей, он их покупал по всей территории Испании, и там же перепродавал, ремонтировал, перепродавал и так далее. Уже позднее начал заниматься еще и недвижимость, и это была недвижимость элитная. Одну из этих вилл, которые мы ремонтировали в Малаге вместе с ребятами румынами, с бригадой ребят румын, которые готовы были последнюю рубашку мне отдать, хотя понимали, что я иностранец, что я из другой страны. Но они меня всегда накормили обедом, всегда помогли, всегда давали отдельные советы. Общались мы, естественно, на испанском языке. И ты тоже? Да, мы общались на испанском, но мне хватило буквально трех месяцев, чтобы говорить на таком уже не просто бытовом языке, а уже прийти в магазин, пообщаться на улице, позвонить по телефону, вызвать сервисную службу домой. Это было сразу после Англии в Испанию, или ты возвращался в Россию? И при этом ты уже был женат или нет? Еще нет, еще нет, это я еще не был женат. Я вернулся тогда в Россию после Англии, и вот позвонил мне как раз мой друг, сказал, не хочешь ли ты попробовать? Он мне сделал позднее документы, и вот как раз к семье подхожу, он мне сделал документы, сделал вид на жительство в Испании, вид на жительство, который давал право абсолютно для всего, кроме права голоса в этой стране. То есть такой вид на жительство не у всех там был. И он потом очень сильно на меня обиделся, но мы потом уже пообщались. Из-за того, что ты уехал? Из-за того, что я уехал и не остался с ним, да. Но случилось так, что я познакомился со своей женой будущей и выбрал семью. Не знаю, поймут ли меня многие из подписчиков Виталия, но так сложилось... Чего не поймут? Так сложилась жизнь, так складывается, что мы находим людей, с которыми мы впоследствии будем жить, которых мы любим, с которыми мы готовы прожить оставшуюся жизнь, так скажем. А моя жена просто прекрасный человек, на самом деле, прекрасный. То, как она заботится о наших детях, то, как она ведет себя в быту, ну, не буду давать рекламу, ну, в общем, прекрасно. Жаль ее нет в кадре. Да-да-да, жаль. Она, кстати, хотела приехать, но не получилось, потому что погода непонятно какая, к сожалению, сегодня. И не было ясно, ну, не попадем ли мы под дождь просто. Вот. В общем, познакомился с я своей супругой, остался в России, выбрал семью, и спустя какое-то время я продолжал искать какие-то возможные варианты для отъезда в Европу, для поиска лучшей жизни, наверное, потому что в России все-таки ну, перспективы, так скажем, достаточно сложные, особенно для молодежи последние годы, последние десятилетия, очень сложно найти себя, найти работу, найти профессию. Немногие реализуют себя, вот. Пришлось искать дальнейший вариант. Ты искал только за границей, где-то в сторону Европы? Да, это был принципиальный момент, принципиальный. Я с детства, опять же, с 14 лет, я хотел приехать в Европу. Я не знаю почему. Возможно, потому что у меня есть литовские корни. У меня дедушка литовец по маме. И, возможно, потому что ментально я подхожу под людей европейских, потому что где я только не был в Европе, это была и Германия, Великобритания, Испания, Хорватия. Я понимал, что мне не нужна акклиматизация. Она мне не нужна просто. Я приезжаю, я чувствую себя здесь как дома. В любой практически стране. А про Польшу отдельный момент, об этом я еще расскажу. Настал момент выбирать страну, настал момент выбирать страну, и выбор пал на Польшу. Как, знаешь, есть такая расхожая поговорка, счастье, оно близко. А Польша от России, ну, совсем близко, так скажем. Пару тысяч километров, и ты в Кракове. Я выбрал эту страну и решил найти вакансию, вакансию в строительстве, потому что последние пять лет перед отъездом в Польшу я работал как раз в строительном бизнесе. Я работал в строительных магазинах, которые занимаются и производством, и реализацией различных строительных материалов, лакокрасочных различных изделий. Мы продавали на огромное количество различных компаний, на различные областя в России нашу продукцию. И я понял, что я уже в этом деле вполне себе развиваюсь. Чтобы попробовать, возможно, принять эту профессию как свою. Хотя изначально профессия социолога, я тоже себя в ней чувствую вполне комфортно, но вот решил попробовать так. Совершенно случайно я нашел вакансию в группе ВКонтакте о том, что краковская бригада ребят-строителей набирает людей. Я позвонил, связался с парнем, парень был из Украины, и он сказал, что вполне приезжайте, вы из какой страны? Я говорю, я из России. Он говорит, какие у вас документы на данный момент есть? Я сказал, что на самом деле пока никаких, поэтому вам звоню, хотел уточнить, что вообще нужно для этого. А твой вид на жительство в Испании, он был непостоянный? Временный? Он закончился? Вид на жительство, он мне сделал его, если мы возвращаемся просто к этой теме, и он был постоянный, но я его не принял в принципе. Я даже не поехал в Москву в посольство его забирать. То есть нужно было его сначала оформить для того, чтобы остаться там уже, приехать в страну. И нужно было это сделать в течение 20 дней. Когда ты получил децизию, говоря польским языком, испанскую децизию, на то, что есть вид на жительство, должен в течение 20 дней приехать в Москву, все документы переоформить, и приехать в страну уже всё, жить. И после этого ты не имеешь права в течение трёх лет выезжать, кстати. Что это такое за вид на жительство такое? Вот такое вид на жительство. То есть ты должен прожить по этому виду на жительство в течение трёх лет без выезжения. Может, беженец какой-то, нет? Нет, нет. Он, так как он занимался бизнесом, он оформил меня, оформлял меня как сотрудника, который русскоязычный. То есть он говорит, я российский гражданин, живу в Испании, обладаю бизнесом, и мне нужен помощник, который так говорит на моём языке. То есть вот он такой вид на жительство мне делал. И они сказали, что нет, в Испании такого нет, человек, который может... А всем известен факт, да, что когда здесь пытаются иностранные компании найти работника и хотят принять иностранца, то в первую очередь они на рынок своих сотрудников должны попасть, понять, что нету такого сотрудника. Так же самое и там, да? Да. И уже потом принять иностранца на работу. Нашёл вакансию, связался с этим парнем, он сказал, какие документы нужно сделать. Я всё подготовил, ездил в Смоленск в генеральное консульство, сделал визу, приехал в Краков, и Краков начался у меня с главного вокзала, естественно, как и у многих ребят, которые сюда приезжают. И меня встретил бригадир, мой будущий. И отвёз в тот дом, большой дом трёхэтажный, где мы жили вместе с ребятами, с украинцами, с ребятами из Белоруссии, которые приезжали, работали в одной бригаде. И это были не просто ребята из Украины, это были ребята с такой душой, которые встретили меня как русского человека, а многие знают, что сейчас отношения между Россией и Украиной, ну, к сожалению, не самые хорошие, и я боялся, если честно, немножко я побаивался, что меня могут просто не принять. но, когда я пришёл, сказал, кто я, что я, то я почувствовал, накрыт был стол, просто, ну, огромный. меня встретили с такой душой, с открытой украинской душой русского парня, который приехал в Польшу на зарплату. После этого, в течение одного года, я ещё жил в этом доме вместе с ребятами, вместе с бригадой, так скажем, потихонечку мы двигались в разных направлениях. Большое количество различных объектов мы уже построили, возвели в Кракове, некоторые просто с нуля, там было просто поле пустое. То есть, это огромный опыт, это огромный жизненный опыт. И это общение, это друзья, которых я теперь уже имею, из разных стран. Это и Украина, это и Белоруссия, это и Польша, это ребята, которые многим мне здесь помогли в моём становлении в течение первого года. И чуть позднее, как раз мы затронем тему того, почему экстренно пришлось перевозить семью, а в течение первого года я уже планировал, что семья будет приезжать сюда. Я позвонил супруге и говорю, слушай, ну, у меня здесь вполне себе всё получается. Давай попробуем приехать сюда. Тем более, она там находилась без работы временно, она уволилась, находилась без работы. И, собственно, моей зарплаты хватало на то, чтобы она там могла содержать... У нас старшая дочка уже есть, и она как раз содержала старшую дочь и себя. Вот. И в один из моментов, я на Пасху приехал домой, мы, в общем, так посидели в таком узком семейном кругу, пообщались на эту тему, и приняли решение, что... Почему бы и нет? Почему бы и нет? Подготовили документы, супруги сделали визу на год. Я уехал, потому что у меня закончился отпуск, нужно было уехать раньше. Я уехал, уже был, находился здесь, в Польше. И супруга должна была приехать через три месяца, потому что она заканчивала какие-то дела в России, и должна была приехать как раз в течение трех месяцев ко мне. Но произошло такое событие, мы ждали уже второго ребенка на тот момент. Я находился на работе, когда супруга позвонила, мне сказала, что она сделала скрининг, многие девушки знают, что это такое. Скрининг – это такая процедура, на которой можно уже по истечении первых трех-четырех месяцев понять пол ребенка, узнать, и посмотреть, нет ли каких-либо генетических отклонений и всего остального. Ну, к сожалению, к сожалению, сложилось так, что врачи обнаружили генетическое отклонение нашего ребенка, нашей дочери будущей, сложный порог сердца поставил врач. Она вся в слезах, просто звонит мне и говорит, что такая ситуация, что делать. Я постарался ее успокоить в тот момент, сказал, что тебе срочно нужно ехать в Москву и делать повторный скрининг, потому что все-таки в нашем городе медицина на достаточно хорошем уровне, но не настолько, чтобы принимать такие сложные решения, чтобы ты был уверен, что это действительно так. Она уехала в Москву и, к сожалению, диагноз подтвердился. Диагноз подтвердился, и мне нужно было в срочном порядке узнавать, могу ли я сделать так, чтобы супруга приехала сюда и уже здесь обладая возможностями страны европейского уровня мы смогли решить этот вопрос. Мне сейчас сложно говорить на самом деле, потому что подкатывает ком горло, потому что все, что мы пережили, это просто уже почти полтора года. Но это тяжело. Очень тяжело. Я постараюсь сейчас держать эмоции при себе. Приняли решение, что супруге нужно экстренно переезжать сюда. Она в течение шести дней собрала все, что было в доме, собрала два чемодана и приехала со старшей дочкой и беременная сюда, в Польшу. Сначала в Белоруссию, переезжала в Минске и их встречал. И мы сюда уже вместе приезжали в Кракот. Предварительно, перед этим, я общался с польскими врачами, с польскими кардиохирургами в таком медицинском центре, который находится здесь. Такой район есть Прокочин. Многие будут знать, кто живет в Кракове, будут знать, что такая больница там существует. Она польско-американская. И все врачи, которые там работают, они проходят стажировку в Америке и работают уже здесь, в Польше, в Кракове, по специальности в этом медицинском центре. Изначально она была, кстати, построена американцами. Это было еще в 80-е годы, если не ошибаюсь, в 84-й год. И вот как бы в знак дружбы между польскими и американскими народами была построена такая замечательная, другого слова просто не подберу, если не сказать других эпитетов, просто великолепная больница, которая просто спасла жизнь нашей дочери, потому что русские врачи сказали, она самостоятельно дышать после родов не сможет, потому что у нее есть проблема с легочной артерией, у нее есть проблема с сердцем. это сложный случай, и мы вам не даем абсолютно гарантии на то, что мы сможем спасти ей жизнь. Но когда мы с женой услышали эти слова, ну, это стало дополнительным, так скажем, фактором, по которому мы так экстренно в течение недели смогли сюда приехать и решить вопросы по поводу того, что супруга будет рожать здесь, и здесь же будут делать различные медицинские мероприятия. которые были необходимы ребенку после рождения. Договорились с клиникой, в которой супруга будет рожать, ребенок появился на свет, и сразу же ее забрали в реанимацию отделения интенсивной терапии в эту клинику на Прокочем, и сказали, что все необходимые процедуры будут сделаны. Жизнь вашему ребенку здесь точно спасут. Камень, не сказать камень, гора, упала с плеч, сердце, со всего, мы просто, мы не могли рядом с ней находиться, потому что она родилась как раз в начале января 2020 года, как раз подходил вопрос с коронавирусом, потому что 15 декабря в Китае уже началась волна огромная, и уже в клинику не пускали в отделение интенсивной терапии родителей, даже не пускали родителей, потому что они сказали, слушайте, ребята, во-первых, вы ей ничем сейчас не поможете, это раз, и только врачи квалифицированные смогут оказывать ей помощь. Вот. А второе, ну, опять же, эпидемиологическая ситуация такая, что, ну, лучше воздержимся от этого. Ну, мы остались дома уже осознанием того, что жизнь дочери спасена, что она в надежных руках. Ну, и так, продолжая данную тему, то есть, уже, наверное, всех подробностей, ну, может быть, даже не стоит рассказывать, потому что это тяжело, на самом деле, я не уверен просто, что хватит эмоционального состояния. Ребенок сейчас, слава Богу, в прекрасном состоянии, ей уже практически полтора года. Третьего числа, третьего мая будет год и пять месяцев, и она чувствует себя прекрасно. После перенесенных всех процедур, нескольких операций на сердце, и будем надеяться, что так же будет и дальше. Единственное, что через год, ну, в районе года, как нам сказали врачи, нас ожидает следующий этап лечения. И это будет наверное, будем надеяться, заключительный, он не самый сложный, но он подводит, так скажем, черту именно медицинских процедур по отношению к данной проблеме у нашего ребенка. Что хотелось бы мне, наверное, сказать. Я знаю, что на территории России, на территории Белоруссии, на территории Украины много ребят, много семей, которые, к сожалению, сталкиваются с подобной проблемой, сталкиваются. Что у деток обнаруживают подобные диагнозы, что нужно как-то решать данную проблему. Мне бы хотелось сказать следующее. Если так получается, что кто-то из ваших родственников, муж, брат, может быть, кто-то еще, уже работают в Польше, и у вас, к сожалению, такой диагноз обнаружили, я просто советую, первое, не впадать в панику, не бояться, попробовать, попробовать. Ну, касаясь моей ситуации, я был здесь, я смог всю эту ситуацию решить буквально за одну неделю, понимая, что жизнь ребенку спасут. Я был уверен в том, что все будет прекрасно, поэтому я просто многим из вас могу сказать, не нужно бояться, переживать, попробуйте решить этот вопрос с вашими родственниками, которые здесь легально работают, и вы наверняка сможете приехать, и вам здесь окажут квалифицированную высочайшую медицинскую помощь. Спасут жизнь, возможно, не одному десятку детей, потому что это наше будущее, необходимо об этом думать, нужно, нужно. Скажи, тебе это что-то стоило или нет? Каких-то денег, дополнительных, кроме как ЗУЗ, да, я так понял. Ну, вот, касаясь этой темы, касаясь того, что есть финансовая сторона вопроса, опять же, могу всех, наверное, обрадовать, многих обрадовать, что так как я здесь нахожусь легально, нахожусь по карте по быту, которая дана мне была на три года. Но неважно, насколько, дело не в этом. Дело в том, что я легально здесь нахожусь, официально работаю по мовиоперации. И я здесь, соответственно, на полном обеспечении от работы давца. И мне это ничего не стоило. Просто ноль злотых мы заплатили за спасение жизни ребенку несколько операций. А перед этим, когда я был просто в небольшой панике, я звонил даже в Германию. Я звонил в Дюссельдорф клинику, которая занимается вопросами подобные, которые связаны с сердцем, с таким заболеванием. Они мне сказали, что я им выслал сканы документов, там были написаны диагнозы полные. и я просто ждал от них ответа. Буквально через 3-4 дня мне перезвонил врач этой клиники, который, кстати, разговаривал по-русски, с акцентом, немец разговаривал по-русски, и он сказал, что данная процедура будет стоить в районе 54 тысяч евро. То есть у вас 3 этапа лечения, и за все этапы вы заплатите в районе этой суммы 54 тысячи евро. Но когда я это узнал, то я еще здесь находился в Польше, вернее, уже здесь находился в Польше, супруга еще была в России, и я ей сказал, что вот такая ситуация стоит так дорого. Она сказала, если дело коснется такой суммы, то я не знаю, что делать, потому что мы ребята обычные, которые зарабатывают совершенно средние зарплаты и должны были как-то решить данный вопрос. Она сказала, что ну квартиру же не... Ну, придется продать квартиру, наверное. Просто пришлось продать квартиру в России для того, чтобы помочь ребенку. Ну, слава богу, сложилось так, что польская система здравоохранения и врачи польские уже впоследствии нам, соответственно, помогли. Один день нахождения в клинике, так, чтобы просто ребята понимали, один день нахождения в клинике без убеспечения, если ты находишься не на документах и нелегально. Не дай бог такой ситуации коснуться просто. 500 злотых одни сутки стоили. Это... Мы там пробыли в общей сложности за полтора года почти шесть месяцев. Это только нахождение, это без операции? Это только нахождение в больнице, да. То, что вы там находитесь и... 500 злотых просто стоил денег. А ты что? Я не знаю, просто, что бы мы делали, если бы у нас не было необходимых документов. Но уже сейчас, слава богу, слава богу, все хорошо. И я благодарен многим полякам, ребятам, которые здесь со мной уже на работе, здесь. Которые мне помогали. Помогали, звонили в клинике. Я еще тогда на таком польском языке, как сейчас уже не разговаривал. Они многими вопросами мне просто помогали. Общались с врачами, с секретарями, решали эти вопросы. Это... И Мариуш Десперак, который работал раньше со мной вместе в одной строительной компании, в которой сейчас мы работаем. Это и Михаил Сулига, с которым мы просто, ну, в таких прекрасных отношениях. Я просто таких людей очень редко, в принципе, можно встретить в жизни, которые всегда помогут словом, делом, советом. Ну, прекрасные люди. Мой работодатель, кстати, это директор моей фирмы строительной. Он сам украинец. Ты, кстати, сменил ту работу первую, о которой ты говорил, или ты до сих пор на ней работаешь? Теперь я уже ее сменяю, кстати, это как раз произойдет в мае. В самом начале мая, после праздников, я уже меняю работодателя и перехожу напрямую на польскую фирму работать. Сейчас я работал еще как посредник через украинскую фирму на польских работодателях. Вот. И как раз директору этой фирмы тоже мне бы хотел сказать и выразить огромную благодарность за всю ту поддержку и финансовую, и моральную, и словом, и делом, которую нам оказывали в течение этого времени. потому что если бы не он, ну, очень многие вещи сложились бы совершенно по-другому. Не факт, что мы даже здесь остались бы, если бы не его помощь и советы, и поддержка. Поэтому за это тоже хочу сказать спасибо огромное. Теперь уже, да, вот как раз коснулись этой темы. Я меняю работодателя, перехожу напрямую на польскую фирму. Польская фирма строительная, достаточно большая. В Кракове здесь она находится. Занимается строительством различных муниципальных учреждений, различных школ. Ну, в общем... А ты именно, что делаешь ты? У меня сфера деятельности за этот период почти, ну, два с половиной года, да. Развился в сфере строительства очень неплохо. Мы занимаемся и заливкой бетона, я занимаюсь и установкой, соответственно, опалубки под бетон, я занимаюсь внутренними работами, я занимаюсь малярными работами, шпаклёвочными, то есть очень-очень-очень хороший опыт, и я многому научился, и благодаря, опять же, ребятам-полякам, которые со мной в одной фирме работают, и ребятам-украинцам, которые многие советом помогали и делом, и всё остальное. Ну, в общем, так вот и живём. Квартиру снимаете, да? Да, снимаем квартиру. Какую? Квартирка небольшая, но опять же, как небольшая, 43,5 квадратных метра, это всё-таки уже неплохо. Двушка, да? Да, двухкомнатная квартира, вторая комнатка совсем маленькая, правда, но как раз её хватает на кровать для родителей, для нас, соответственно, супруга, и маленькую кроватку для ребёнка, плюс шкафчик там небольшой. Новостройка? Да, застройщик, это, так скажем, такой очень уютный, очень уютный район, и Ощадле, такое с молодыми семьями, так скажем, то есть очень много молодых семей, очень много детей, такая прекрасная атмосфера всегда чистенько, убрано, красиво, ну, в общем, Краков вообще в принципе, я считаю, за последние два с половиной года, что я здесь нахожусь, очень сильно развился, очень сильно развился, стал намного чище, вот намного чище, чем было раньше, когда я приехал, и я думаю, что ещё дать этому городу и в целом стране, Польше, лет пять, пять-семь, и дождаться, может быть, новой власти, которая, кстати, придёт после уже нынешней действующей, то развитие страны пойдёт только в год, только в год, я даже абсолютно в этом уверен на сто процентов. Ну, сравнивая с Испанией, с Англией, что можешь в целом о Польше сказать? Там реально намного выше уровень там в Англии, чем здесь, или здесь тоже неплохо? Я скажу так, я жил как в центральной части города, в центральном Лондоне, который был чистый, он очень много, многими местами, многими улицами похож на Краков, кстати, потому что, ну, такая средневековая архитектура, очень многие места похожи, но это был 2013 год, и он был, мне кажется, гораздо грязнее, чем даже Краков на данный момент. Лондон – это огромная агломерация, огромная, многокультурная, и если англичане еще более-менее стараются за своими городами следить, и не бросают там какой-то мусор на улицах, то, опять же, к сожалению, приезжают много иностранцев, мигрантов, которые, ну, ведут себя не самым лучшим образом. Мы не будем называть страны, кто это приезжает, но не самым лучшим образом себя ведут. Что касается Испании, это Средиземноморское побережье, и вот здесь я вам скажу, ребята, так, это, наверное, рай. Если многие спрашивают, где он находится, если брать рай, который должен находиться на земле, то это Средиземноморское побережье, именно вот испанское. Испания, Франция, далее идет, и это, конечно, прекрасные места, просто, ну, великолепные, я бы сказал. Каждый день на работу мы ездили вдоль моря, это было 6 километров в дороге, и это вот как во многих музыкальных клипах, где люди показывают и мечтают просто оказаться в такой атмосфере, это было, конечно, замечательно. Вот. Уровень жизни в Испании на тот момент, если здесь сейчас я снимаю квартиру в районе 500 евро в месяц, ты снимаешь, да? Да, мы арендуем квартиру в районе 500 евро в месяц получается, то тогда в Испании уже стоила в 2013 году, 2014 год, уже 500 евро стоила квартира, и она была однушка, а здесь я снимаю двушку в 21 году за менее даже, чем 500 евро в месяц. Ну, то есть уровень там серьезный, зарплата, конечно, там тоже выше гораздо, то есть ребята румыны, которые со мной работали, и у них был бригадир Андрес, он себе взял кстати испанское имя, приехав в Испанию, сам румын, и там уже был, так скажем, перекрещен и взял испанское имя, крещен по католическим канонам, и кстати, взял себе испанское имя Андрес. Так вот, он зарабатывал уже на тот момент 7500 евро в месяц, это был 2014 год, я представляю, сколько сейчас он зарабатывает, а они просто великолепно работают, просто, они делают просто с нуля любую квартиру, но я бы дал рекламу, телефон, к сожалению, с собой нет, так может быть кто-то из Испании смотрел бы, так вот они бы обратились к Андресу, просто ребята вообще замечательные, как они работают. Ты со своей семьей в ближайшем будущем здесь в Польше будешь жить? Да, я для себя четко решил. Тебе нравится здесь? Да, очень, очень, я честно скажу, это без всяких преувеличений абсолютно, потому что то, что я вижу, так как развивается страна в целом, как развивается Краков, как развивается инфраструктура, очень нравится, и мы точно решили здесь остаться, точно. И супруга, поначалу она приехала, конечно, да, она находилась дома, дочка находилась еще тогда в больнице, и вот она, было достаточно много свободного времени, чтобы где-то погулять, поездить, посмотреть. Она сказала, что многих продуктов нет, которыми мы пользовались, допустим, в России, и она переживала, что она не сможет здесь это найти, или не привыкнет к местной кухне, хотя польская кухня вполне себе очень похожа на украинскую, белорусскую, российскую. Она такая же пышная, мясная такая же, то есть такие ломящиеся столы от вкусных различных блюд, но со временем привыкла. Единственное, вот я еще что хочу сказать, что касается детей, кто ребята приезжают сюда с семьи, с детками уже школьного возраста, семь, восемь, девять и так далее, и приходят сюда в начальную школу, после школ украинских или школ российских, честно скажем, и это слова может подтвердить моя супруга, о том, что местная система образования, кстати, нам очень не нравится. Здесь? Да, не нравится. Это единственный, наверное, такой пока серьезный минус, который я могу отметить. Это начальная школа? Начальная школа. С первого по третий класс. Они там занимаются всем чем угодно, но не учебу. Они занимаются различными поделками, то есть это есть такой урок, урок пластика, и он развивает у них мелкую моторику, они занимаются различными поделками именно на ватманах, на альбомных листах, различными рисунками. Да, здесь вообще вопросов никаких, дети развиваются, многие, возможно, в будущем станут художниками, потому что это прекрасно такое, знаешь, развитие для мозга, для рук, но вот именно сами мозги в плане учебы, так как это делают в России или делают на Украине, или Белоруссии наверняка, похожая система образования в наших странах, здесь этого не делают вообще. Практически не ставят оценок, практически. И я узнавал классного руководителя, она мне сказала, что так будет продолжаться аж до шестого класса. Они стараются не перегружать детей, хотя они и так не перегружены. Старшая дочка приходит из школы и... В каком она классе? Что она? В каком она классе? Сейчас во втором переходит в третий. Я вот как раз тоже касательно данной темы. Она приехала из России, она закончила первый класс. Приехала сюда, ее все равно взяли в первый, потому что она не знала языка. Поэтому теперь она отстает на один класс. Если бы она оставалась... У вас выбора не было, просто так взяли, да, и все? Да, да. Это для всех, абсолютно для всех. Но не всегда. Некоторые говорят нормально, а некоторые повторно. Это как попадешь, я думаю. Ну, может быть, да. Но опять же, у нас такая ситуация была. И уже потом мне знакомый звонил из Варшавы, который уехал туда тоже с семьей, и он сказал, что его ребенка точно так же. Он приехал, и взяли не в первый, не во второй класс, хотя закончила первый, а все равно в первый взяли. Ну, а дочке самой нравится в школе? Да. И я честно скажу, у нее даже очень серьезные успехи в польском языке. Очень серьезные. Я тоже переживал на эту тему. Я думаю, как любой из родителей, ну, как ребенок здесь освоится, как у него будет адаптация происходить, как он будет коммуницировать с ребятами. Все-таки другой, чужой язык. Многие слова похожи, но у нее, я могу так сказать, просто прекрасно, просто. Она каждый день находится на улице. Она, может быть, в связи с этой ситуацией, опять же, пандемии, конечно, сейчас они учились через ноутбуки, сидели дома, и научение было сдально. Но уже сейчас они вернулись опять в школу, и вот как раз сказали, после праздника все это восстанавливается, и школа будет открыта уже для постоянного посещения, так скажем. Вот. И я скажу так, у нее серьезные успехи именно в языке. Поэтому она на польском абсолютно легко разговаривает, может по телефону поговорить со своими одноклассницами, одноклассниками и с классным руководителем. То есть... На какие-то кружки ходит дополнительно или нет? Хотела. Хотела пойти... При школе или где-то отдельно? Да, при школе. Там был кружок такой, который лично мне понравился тем, что там еще два дополнительно изучают иностранных языка, еще два. Это был испанский и французский, но, опять же, началась пандемия, этот кружок просто даже не стали открывать. Они нам сказали об этом в начале 20-го года и сказали, ребята, в марте начинается набор детей. И мы с супругой поговорили, сказали, что ну почему нет? Как раз недалеко от дома это находилось. Буквально минута ходьбы. И началась пандемия, и все это закрыто. Поэтому пока она никуда не ходит, чаще она на улице и дома. Ну, опять же, ей самой здесь тоже очень нравится. Я у нее уже спрашивал, я говорю, София, ты как вообще? Хотела бы вернуться, допустим, в Россию и жить там, или же остаться здесь? Она не было других ответов, как да, я хочу остаться здесь. А супруги как? Так же само? Уже, да, уже все. Она абсолютно привыкла, она 95% из того, что ей говорят, понимает. процентов на... Ну, не будем в процентном соотношении говорить, пытаются уже разговаривать. Немножко не смело. Но она дома пока с детьми, да? Да, потому что она все-таки в декретном отпуске, она каждый день не общается на этом языке, она пока не работает. Смотреть телевизор это одно, ты просто слышишь речь. А ответить что-то телевизору ты не сможешь. Можно, конечно, самому с собой ходить дома разговаривать, но это немножко не то. Ну вот, поэтому всему свое время начнет разговаривать. Слава Богу, что уже все понимает. То есть она приезжает со мной и к врачам где-то может там послушать, она все понимает, она подписывает где-то документы. Читать тоже пока не все читает, но, слава Богу, старается. А поначалу, конечно, да, тяжело ей было. Тяжело. Она очень боялась, что она вообще не сможет выучить язык. Вообще не сможет. Скажи, вот ты как один работающий человек в семье хватает на жизнь, но при том, что нужно арендовать квартиру? Квартира не своя еще. Мы получаем, соответственно, помощь, вот как раз 500 плюс от государства на детей. Это очень большое подспорье. Очень большое. Если касательно только моей зарплаты, ну, скажу честно, впритык. Прямо в самый притык. То есть квартира у нас стоит в месяц 1600 злотых. И остальное уходит, конечно, в большей степени на детей. Ну, плюс там 500 злотых на детей. Ну, коммунал, конечно, еще, да? Нет, это я уже все сказал совсем. Да. Это 1600 злотых. Так это дешевле, чем 500 евро. Ты тогда на 200 евро. Ну, 400 с копейками там получается где-то так. Там, в районе этой суммы. Вот. И... Притык, конечно, да. Временами было тяжело, особенно поначалу, когда семья сюда приехала. Так мне, естественно, хватало моей зарплаты, потому что здесь находишься один, тебе многого не нужно. И ты плюс, тебе работодатель арендует жилье. Ты не платишь за него в принципе. И спокойно себе живешь. Накупил себе пол холодильника еды за одну зарплату и живешь один, можешь себе что-то приготовить. Поэтому проблем не было. А когда семья приехала, то я сразу почувствовал, конечно, разницу. Вот. Но теперь я уже поменяю работодателя и там уже будет, соответственно, повышение заработной платы. Я думаю, что все будет хорошо. Будем справляться. Через год супруга сказала, что вроде как хочет уже выходить на работу, потому что маленькую дочку, соответственно, возьмем, оформим в детский сад. Мы недавно ходили по этому поводу, узнавали. Нам сказали, что никаких проблем, что вы иностранцы, абсолютно легко приходите, устраиваетесь. Поэтому вот так. Единственное, нужно проконсультироваться с кардиохирургами, когда этот период может настать, что мы можем ее оформить в детский сад. Потому что детский сад – это рассадник, так скажем, заболеваний. Многие мамы меня поймут, как и папы, и родители, в принципе. Поэтому, чтобы ребенок не заболел и не было осложнений на сердце, то есть нужно понять, как ее подвести к этому моменту, чтобы она смогла пойти в детский сад. Друзья, давайте поблагодарим Диму в комментариях за такую историю, за честный отзыв о Польше, о медицине. Вот, я желаю тебе удачи. Супруги, привет. Как ее зовут? Дарья. Дарья. Дарья, привет. Детям тоже привет. Спасибо большое. Выздоравливаете, чтобы все было дальше. Спасибо большое. Только хорошо. Еще можешь пару слов в конце добавить еще. Да, конечно. Ну и в целом, ребят, подписчики Виталия, я хочу следующее сказать. Польша – это прекрасная страна с прекрасной историей и с отличным будущим, я абсолютно в этом уверен. И мы, и моя семья здесь точно собираемся оставаться, будем развиваться дальше, чего я и желаю многим, многим, многим из вас, чтобы у всех было только вперед и с успехом. Всем удачи. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось это видео. И до новых встреч. Пока.